МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильный суверенный баланс Казахстана обеспечивает значительные возможности для маневра без давления на суверенную кредитоспособность. В частности, речь идет о чистых иностранных активах государства, которые превышают 40% ВВП, а общий государственный долг был менее 15%. Об этом заявили аналитики агентства ФИЧ. Прогноз у Казахстана по рейтингам стабильный. Это означает, что факторы для понижения и повышения рейтингов сбалансированы, считают аналитики агентства. Однако ряд рисков вместе или в отдельности могут привести к негативному рейтинговому действию. Саудовская Аравия намерена экспортировать зерно из Казахстана. Председатель Совета торговых палат Саудовской Аравии отметил, что Казахстан имеет успех в планировании и развитии частного сектора индустрии, а также производстве химии. В этом контексте в области поставки продукции нефтехимии Саудовская Аравия также намерена развивать отношения с Казахстаном. Мы надеемся, что решим проблемы товарообмена между нашими странами, а также над расширением авиационных путей сообщения. У нас есть планы по развитию и в целом активизации работы в частном секторе. Сегодня, инвестируя в Казахстан, можно получить доступ к рынку, который составляет более 170 миллионов человек. Об этом в ходе Казахстанско-Саудовского бизнес-форума сообщил министр по инвестициям и развитию Осет Исикешев. Президент объявил новую экономическую политику Нурлыжол, которая направлена на системные реформы и создание наилучших привлекательных условий в регионе, сказал Исикешев. На форуме Казахстан заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Королевством Саудовской Аравии. В частности, в сельском хозяйстве, в финансовой сфере, в том числе в развитии исламского банкинга, в туризме, в развитии новых технологий, энергетики и так далее. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 10 регионах республики. Индекс физического объема составил 100,3%. Увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и рутцитных металлов. Возросло производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции, продукции металлургической и химической промышленности. В Казахстане уровень безработицы в апреле составил 5%. Численность безработных в апреле 2015 года составила 455,5 тысяч человек. Официально на конец апреля 2015 года были зарегистрированы в органах занятости 63,8 тысяч человек. Доля зарегистрированных безработных составила 0,7% от экономически активного населения. В экономике республики в апреле 2015 года были заняты 8,6 миллиона человек. Евразийская экономическая комиссия Евразийская группа подготовит для государств-членов Союза предложения, направленные на обеспечение работы единого союзного рынка услуг. Его полномасштабное функционирование позволит диверсифицировать бизнес в этой сфере, способствует возможному снижению стоимости услуг для населения с учетом роста конкуренции предприятий на едином евразийском рынке услуг. Евразийская интеграция доказывает свою эффективность. Взаимный товарооборот государств-участников вырос почти на 20 миллиардов долларов. Улучшилась инфраструктура торговли, возросла доля товаров с высокой добавленной стоимостью и сократилась доля сырья. Причем сократилась значительно с 40 до 28,9%. На 2015-2016 годы в рамках Евразийского Союза согласованы общие макроэкономические ориентиры роста. Запланирован комплекс мер по стимулированию хозяйственного развития, углублению сотрудничества в реальном секторе и улучшению делового климата. Предлагаем подумать над возможностью более тесного взаимодействия в сфере монетарной политики. Курс доллара в очередной раз упал ниже 50 рублей. Основной причиной укрепления рубля стал рост цен на нефть, которые увеличились на 2,5% на фоне публикации прогнозов со стороны картеля ОПЕК. В организации повысили прогноз по спросу на нефть в 2015 году на 50 тысяч баррелей в сутки. При этом аналитики не ожидают, что курс доллара длительное время будет оставаться ниже 50 рублей, даже если цены на нефть продолжат расти. Приток прямых инвестиций в Кыргызстан снизился на 37% и составил 608,5 миллионов долларов. При этом объемы поступлений прямых иностранных инвестиций снизились по всем видам деятельности, за исключением строительства, информации и связи. Наиболее приоритетными видами экономической деятельности для вложения инвестиций продолжают оставаться сферы профессиональной, научной и технической деятельности, финансового посредничества и страхования, а также обрабатывающие производства. Россия будет продавать нефть за рубли. Эксперты считают, что в настоящее время уже назрели серьезные предпосылки для перехода экспортных контрактов крупных субъектов российского рынка на продажу за отечественную валюту. Это повысит спрос на рубль и укрепит его конкурентноспособность по сравнению с мировыми валютами, уменьшит отток капитала из России, увеличит цену нашей экспортной продукции. В настоящее время все расчеты нефтеторговых сделок в мире ведутся в долларах. Россия, крупнейший послесаудовской Аравии экспортер нефти, также продает ее по контрактам, номинированным в американской валюте. В Беларуси рассматривается возможность создания Министерства промышленной политики. В структуру Минпрома входит сейчас около 250 предприятий. Министерство осуществляет представительские функции государства в органах управления подведомственных предприятий. Как правило, это открытое акционерное общество. На мировых рынках усилилась распродажа облигаций. Инвесторы активно избавляются от бумаг с фиксированной доходностью. Эксперты отмечают, что обвал в первую очередь спровоцирован событиями в еврозоне. Риски дефолта Греции растут с каждым днем. Инвесторы не могут игнорировать такие риски и предпочитают фиксировать позиции. Причем многие крупные инвесторы активно наращивают длинные позиции на европейском долговом рынке еще с середины прошлого года. Но тогда стоимость бумаг стала стремительно сокращаться, и они были вынуждены также начать избавляться от бумаг, что только усилило обвал. Иран ведет активную работу по налаживанию связи с потенциальными европейскими и американскими покупателями нефти. Многие крупные зарубежные нефтяные компании готовятся к возвращению на иранский рынок сразу после отмены санкций. Стоит отметить, что интерес западных компаний, а также китайских и российских, связан не только с вероятной отменой санкций, но и информация о том, что уже в сентябре власть Ирана представит новый формат контрактов на разработку месторождений в стране. Биржевые торги в Токио начались падением котировок. Падение котировок в США и на рынках ЕС оказало негативное воздействие на инвесторов в Токио. На фоне нестабильности игроки на бирже предпочитают продавать акции. В начале торгов заметно упали цены на акции японских автомобильных корпораций. В то же время отмечено подорожание бумаг компаний, занятых цветными металлами. На открытии торгов за один доллар давали примерно 119,9 иены. На 24 сотых иены меньше, чем сутки назад. Болгария. Лидируя среди стран Евросоюза по бедности населения. Согласно данным статистической службы Евросоюза, к этой категории сегодня относятся почти 50% населения страны. Порог бедности в Болгарии к началу 2015 года составлял порядка 146 евро в месяц на одного человека. Такой суммой или менее располагает 13% населения Болгарии. Еще 37% имеет доход, размер которого составляет менее 60% от среднего дохода по стране. 3 миллиона болгарских граждан живут на средства ниже размера минимальной заработной платы. Норвегия выделит Украине 5 миллионов евро на нужды переселенцев. Дополнительные 35 миллионов евро будут выделены на содержание переселенцев в течение 2015 года. Стороны договорились в ближайшее время подписать соглашение о поддержке государственного бюджета Украины. Документ предполагает передачу Украине 100 миллионов норвежских кром. Также дипломаты подчеркнули важность соблюдения минских договоренностей. Норвегия выразила готовность поддержать Украину гуманитарной помощью, а также способствовать финансами реформам в стране. Темпы промышленного производства в Индии снизились, при этом объем вырос более чем на 2% в годовом выражении. Инфляция в Индии заметно охладилась по сравнению с 6,7% в среднем в 2014 году, но все еще остается одной из самых высоких в странах Азии. Главными факторами, которые будут влиять на рост оптовых и потребительских цен в стране до конца года, являются котировки нефти Brent и объем осадков в сезон дождей, пик которого приходится на июль-сентябрь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА